Я хотел бы поддержать общий настрой, общую мысль, которая здесь высказывалась и ректором, и Владимиром Леопонтовичем. А тут, что проблемы безопасности становятся все более и более комплексными. И отсюда интерес не только привлечения к этим проблемам специалистов собственного военного наук, но и специалистов по социальным наукам, в частности социологии. И я сделаю акцент на, естественно, что мне ближе, на проблемах социальных и проблемах культуры. Сейчас вы неоднократно сталкивались с тем, что социологи говорят о том, что Россия вступила в новую социальную реальность. И этой новой социальной реальностью является сложное общество. И многие опасности идут, собственно, от этого сложного общества. Но сказать, что Россия стала новой социальной реальностью, на мой взгляд, не совсем корректно. Реальность, она всегда новая. А глубинная проблема заключается в том, что Россия становится, извините за тавтологию, становящейся безопасностью. Тем, что становление предложил Петр Штонка, бывший президент Всемирной социологической ассоциации. И под становление он имел в виду не эволюционное развитие, не эволюционное развитие, а развитие абсолютно особое. Развитие, которое связано с тем, что травмы, травмы социальные, травмы культурные пришли в нашу жизнь. И они стали естественным компонентом нашей жизни. И эти травмы, естественно, представляют для нас новую проблему безопасности и опасности души. С моей точки зрения, здесь подавляющее большинство социологов, нужно переосмыслить и переоткрыть классический постулат только до Парсенс о том, что общество является самой стабильной, самой самодостаточной системой. Что имел в виду Парсенс? Парсенс имел в виду два компонента. Система внутренне контролирует свои элементы, и за счет этого всегда выходит из кризиса, рано или поздно. И система находит контакт с другими системами, в частности с природой. Сегодня, с моей точки зрения, не работает ни одно, ни другое. Во всяком случае, дают существенную сбойку. Проблема заключается в том, что внутренние компоненты современных обществ обретают сами такую самодостаточность, что выходит из-под контроля самого общества и становится для общества проблемой безопасности. Сохранение общества, существование общества здесь ставится под вопрос. Какие здесь конкретно возникают проблемы? С моей точки зрения, две. Первая проблема, которая и общество, и ведоми, на мой взгляд, не совсем осознается, и нашим руководством о том, что нужно переосмыслить проблему управления и самоуправления. Найти оптимальное сочетание. Если мы не найдем оптимальное сочетание, у нас будут постоянно катаклизмы, постоянно возникать опасности. Вторая проблема. Это проблема, связанная с тем, что само самоуправление, сама самоорганизация, она может быть как функциональной, так и дисфункциональной. Нам все-таки желательно иметь функциональную самоорганизацию. По давляющим большинстве в России, как мне видится, может быть я ошибаюсь, но мы имеем место с дисфункциональной самоорганизацией, которая разрушает и создает нам новые опасности. Поэтому вот одна сфера опасности, которая я хотела обозначить. Вторая заключается в том, что нужно переоткрыть открытость. Что такое открытость? Мы так привыкли к тому, что открытость это хорошо, открытость это плохо. Но открытость привела к тому, что возникли совершенно новые опасности. Это опасности новых форм девиации. Это опасности новых криминальных преступлений, которых в России, им Бога, не было. 20-30 лет назад, когда я был студентом, ну не было терроризма, не было наркоманий, не было торговли людьми и так далее, кому подобное. Это опасности, которые пришли к нам извне в результате открытости. Проблема заключается в том, что, наверное, нужно подумать о том, что любая открытость имеет амбивалентность, имеет сложность. Это миксабелье, стремление к тому, чтобы увидеть это многообразие. Но есть миксабелье, защита от этого культурного многообразия, и в основном речь идет о субкультурах, а то и антикультурах. И, конечно, здесь, на мой взгляд, выход из создавшегося положения, как минимизировать эти опасности, это перейти к управляемой открытости. Третья проблема. Третья проблема. Нужно переосмыслить наши отношения с природой. Меня учили, что природа – это нечто иное, отстоящее от общества. Я утверждаю, что такое разграничение – это социальный конструкт. И многие социологи современные начали думать о том, что нужны совершенно иные подходы к нашему взаимодействию с природой. Иначе старые отношения несут те опасности, с которыми человечество может и не справиться, и российское общество не справится. Приведу несколько примеров, как мировая социологическая мысль на этот счет реагирует. Вы знаете, известный социолог Энтони Гидденс, он всегда занимался проблемами общества и вдруг занялся проблемами природы. Одна из последних книг, где его посвящена вот этой проблеме, где он обосновывает эффект, который нескромно назвал своим именем – эффект Гидденс. В чем суть эффекта Гидденса? Эффект Гидденса заключается в том, что как на микроуровне, так и на макроуровне люди не осознают отложенные опасности. Молодой человек покуривает и выпивает. Опасно это на сегодня, да? А завтра тоже нет. Не опасно и через два года. Будет опасно через 20 лет. Через 15 лет. Самая сложная проблема заключается в том, что руководители государства знают, что так относиться к природе нельзя. Но относятся. Дошли до, почти дошли до точки невозврата. И все прекрасно понимают, что так жить нельзя. Но произойдет окончательного досознания перехода точки невозврата лет через 15 глаз. Но уже потом вернуться нельзя будет. И это, конечно, большая опасность. Курик никогда этими проблемами не занимался. Одна из последних его работ посвящена проблемам климата. На мой взгляд, дает социологическую трактовку климата в контексте опасности. В чем суть? Суть заключается в том, что дело не в потеплении или в холодае. Где-то теплее, где-то холодаеет. Проблема заключается в том, что климат становится турбулентным. Благодаря тому, что люди так относятся к природе и сами порождают опасность для себя. Это не столько внешней опасности, сколько опасности внутренней. Внутренней опасности изучает и другой американский социолог Чарльз Берроу, который обосновал очень интересный эффект. Эффект нормальных аварий. Но авария не может быть нормальной. Эта авария по катастрофе. Что значит нормальная авария? Нормальная авария – это авария, возникающая в результате нормального взаимодействия людей со сложными системами. Проблема заключается в том, что сложные системы из-за внутреннего саморазвития, внутренней самодинамики могут выходить из-под контроля человека. Проблема заключается в том, пишет Чарльз Берроу, «Менеджмент может быть стопроцентно эффективным, но аварии все равно происходят и будут происходить из-за сложности самих систем. Недавно он в 2011 году написал книгу, уже следующую, первая книга написана в 1998 году, нормальная авария, а последнюю книгу он написал, она называется «Следующая катастрофа». И говорит о том, что вероятность нормальных аварий и опасность нормальных аварий все время возрастает. Причина заключается в том, что сложные системы накладываются друг на друга. Усобавляется этот тем, что новейшие технологии развиваются в контексте того, что есть у нас очень много социальных и экономических беспропорций. Когда технологические предприятия накладываются друг на друга, дадут еще и культурные объекты, и жилищные объекты, и вероятность таких нормальных катастроф, опасность таких катастроф, конечно, возрастает. Если у меня есть несколько минут, я хотел бы сказать о переоткрытии рисков, которые делает Уликет. Полторы минуты. Тогда в самых общих чертах. На последней европейской конференции состоялась сессия, которая называлась «Общество риска 25 лет спустя». Я не буду останавливаться на том переоткрытии рисков, которые сделал Уликет 25 лет назад. На этой конференции Бех выступает и говорит, пришли совершенно новые риски. Пришли риски мирового общества риска. И самый главный риск, это риск, который связан с тем, что люди сами конструируют риски. Вот сегодня Владимир Иванович тоже об этом немного говорил. Но вот Бех приводит такой пример. Люди сами конструировали риск использования оружия в раке. И приняли решение, исходя из того, чего нет. И мы очень часто вот такие решения необъективные принимаем. Исходя из того, что у меня нет времени, может быть, я что-то скажу потом на сессии. В заключении я хотел бы сказать следующее, что выход из создавшегося положения, что делать? Я вижу в том, что должен быть союз естественных наук, социальных наук. Для этого мало нужен союз гуманитарных наук. Поэтому я предложил книгу «Стравление сложного общества» к обоснованию гуманистической теории сложности.